7 января 23 год на улице минус 25 ночью было минус 30 вот к вечеру будет также а завтра послезавтра вообще уже опускается до минус 35 36 короче очень мощные такие морозы я сейчас вот пришел свой кабинет пару дней до этого была теплая погода очень много снега выпало я уже вот это просек как старый дед типа много снега скоро будут морозы вот она начинаешь понимать что вот-вот морозы я эту тему в этом году уже понял выпадает снег пару дней очень сильный короче чем больше снега выпадает за этот короткий период значит потом будет мощный мороз вот природа укутывает а потом морозит и вот это в этом году работает именно таким образом смотрите какие красивые штуки образовались на улице просто пипец как холодно я даже там не хочу стоять машину у меня работает каждые 6 часов подзаводка включена вот гараж загонять не буду потому что у меня вторая машина там в гараже стоит и мы периодически ездим в магазины поэтому туда сюда загонять не охота у меня дизель в принципе там немного уходит топлива я поставил автозавод там можно хоть каждые два часа но каждые два часа короче ну перебор когда вот такая погода на улице там до минус 30 я ставлю каждые 6 часов по полчаса машина работает в принципе там много топлива не уходит и все и она у меня всегда на готове чтобы куда-то поехать сейчас пойду поработаю оля тем временем готовит покушать коли сейчас приедет подружка потому что на новый год она не смогла приехать сейчас приедет поздравит а я пока полью цветы и деревья которые я здесь выращиваю это у нас гостевой дом основной дом кто вдруг не в курсе вот у нас один участок 13 соток здесь два дома основной дом где мы живем а это гостевой дом ну и на будущее для детей но пока здесь у нас как бы рабочие кабинеты мой кабинет там тут сына кабинет для работы вот короче его рабочее место он сюда приходит выполняет всю нужную работу задачи все в интернете и я также классно очень это удобно сначала мы купили первый дом один участок был потом короче я подсуетился кое-что продал и решил все таки взять рядом дом пока еще тут новая застройка была и не так дорого и хорошо что я это сделал цены в два раза можно сказать сейчас подлетели я даже за копейки в общем этот дом купил только застройщик начал строить я первый покупатель в этом поселке вот этот дом я самый первый купил сюда заехали здесь вообще никого не было тут только были лисы бегали зайцы вот реально вот мы смотрели здесь лисы пробегали очень часто можно было зайцев увидеть здесь лес рядом а сейчас уже понятное дело тут вообще ни одного дома не осталось все продается все продалось и сейчас желающих целую кучу кто хотел бы еще купить но ничего больше нет вот все в итоге получился просто великолепный поселок все коммуникации все что нужно здесь есть просто намного даже круче чем городские какие-то условия вот и на тот момент они только начинали я там с руководителем договорился сказал что я блогер давайте глюк буду рекламить ваш поселок вы мне сделаете еще и скидочку если возьмут второй дом второй участок они короче согласились и я начал снимать видео давал также интервью от них приходили что-то типа там корреспондентов записывали для рекламы я вот давал оценку и очень много людей здесь купили дома потому что смотрели наши видео вот так и в общем я этот дом тоже второй участок взял потом сделал одну общую закрыл получилось у нас 13 соток и это на будущее детям но пока еще дети растут мы решили здесь сделать как гостевой дом приезжают гость у нас здесь остаются на какие-то праздники и кабинеты короче организовали решили так что там мы живем спим отдыхаем ну как бы спокойная жизнь домашняя а здесь уже рабочая такая зона сын здесь работает и я и вот это вообще офигенная штука получилось а здесь сделали временно пока вот как фитнес домашний и очень круто получается я чтобы выполнить работу как будто вот ухожу на работу до этого я делал это все в доме и ну как бы дети ходят что-то происходит там гости приходят это невозможно работать шум вот это некомфортно не можешь как бы с мыслями собраться чтобы снять видео что-то сделать так как я блогер и маленькая вот обламывал это и и я в свою очередь мешался в доме ну получается жена постоянно напрягалась тем что ну типа тихо-тихо там папа видео снимать тихо-тихо-тихо-тихо короче и какая как болезнь какая-то уже и вроде мне нужно действительно чтобы было тихо с другой стороны это ну как бы не ходи не шевелись тоже как-то блин облом на жене и детям а сейчас вот там подруга вот как раз таки вот должна приехать вроде уже вон зашла даже и они там сейчас жена готовит шумит ну смысл им на кухне вот это тут кастрюли вся эта фигня дети там какая-то движуха домашняя вот нету никакого напряга что нельзя там громко говорить чего-то я просто вот ухожу к себе в кабинет сюда вот даже сейчас снимаю видео никто мне не мешает я никому не мешаю пойду редактировать ролики выполнять какие-то свои задачи спокойненько и еще такая штука складывается такое ощущение что я ходил на работу ну как бы слишком когда долго в одном месте все вместе тоже как бы маленечко такой напряг может быть а так я отсутствую дома не получается как будто я вот пришел с работы что-то типа такого короче так намного комфортнее вот у мужика должен быть какой-то типа офис если до работает дома и это получилось идеально также сын приходит здесь работает от домой когда уходят только уже там кушать спать лечь там телевизор посмотреть вместе что-то типа такого вот так а тут уже дети подрастут уже это дом для детей там для кого конкретно не знаю там по ходу дела короче решим для сына для дочки нужно будет я уже про это думаю заранее подготавливаю там будет и второму ребенку дом там короче как жизнь расставит захочет ли дочка чтобы здесь рядом жить или она с мужем потом будущем своим куда-то в его дом пойдет в общем это я сейчас заранее такие вещи не могу решить но дом как бы есть он рядом в любом случае также у нас я сделал все чтобы мои родители были рядом тоже они вот напротив там живут тоже в другом районе жили короче я там долго уговаривал родителей маму там она только только они там тоже дом сделали только ремонт мебель купили а тут я типа мам давай короче поближе потом а то ездить из района в район вот это все далеко вот это нафиг надо грудова я вот вышел из дома вот сейчас вот прошел три шага былины ты там я вообще могу вот со своего дома окно открыть но грубо говоря крикнуть и он у меня там братан со второго этажа брат у меня еще не женился и с родителями в этом же доме и вот он откроет окно и сверху увидит меня и офигенно вообще когда какая-то помощь нужна там что-то перетащить надо тяжелое что-то я братану говорю этот братан подойди помоги и все пять секунд здесь ему нужно что-то помочь я блин 5 сек прям можно сказать в трусах и тапочках уже я там все и мы вот так вот батек там все очень максимально круто блин когда рядом находятся близкие праздники пять минут ты там не пять минут и 30 секунд за 15 секунд там пару шагов ты уже у родителей вот у меня жена дети у меня жена постоянно заходит там они с мамой кофе пьют вот это болтовня мама сюда заходит вообще блин красота так что по возможности делайте так чтобы родители были рядом вот поэтому я еле-еле уговорил родителей здесь организовал им дом вот часть денег внес я остальную часть короче договорился как в рассрочку поставили дом на продажу вот и тот дом когда продался мы уже перекрыли остальную часть и все и у них дом получается в собственности и они уже здесь а здесь сделал так чтобы дом в чистовом варианте полностью просто ну так сказать возьмите табуретку переезжайте и здесь я им купил все что нужно всю сантехнику все вот эти все что туалеты вот эти вся эта фигня ванны все подготовил игру мам вообще ничего делать не надо просто вот берете там какие-то свои вещички там загружаем это и все и переезжаем я заказал там вот эти службу доставки здесь дом организовал договорился игру вот мам ключ давай собираем вещи она ведь ну прям вот прям щас что ли ну вот уже переезжать может чуть попозже может потом по ягру нет мам вот прям вот сейчас вставай и собираем вещи все дом есть ангет ну я гру давай садить машину едем родители посадил машину поехали вы зайдете там в свой дом посмотрите на него вот и мама приехала с папой там походили посмотрели им понравилось все игра теперь едем обратно ну ладно сегодня уже поздно ну начинайте собирается завтра приедет служба вот это доставки перевозки и все и мама да блин как уже прям вот надо да 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 надо все приехали собрали все шматье чего было и перевезли сюда расставили все теперь вы живете здесь и конечно же ну такой переезд мама маленечко от этого процесса в афиге непривычно там то она привыкла много лет жила где какие соседи где какой магазинчик что где рядом куда поликлиники вот это все а тут приехали с все по-другому а тут еще и соседи нету только мы это потом появились вот а теперь родители жады очень-очень рады этому что они сюда переехали потому что здесь другой уровень жизни много очень уже людей заехала и уровень совсем другой вот так сказать благополучия уровень соседей совсем другой вот совсем другие люди которые ценят свою жизнь цель ценят там у них были очень много таких вот соседей ну так сказать алкашня вот райончик так себе вот это все а здесь вообще другой уровень другой мир и это спустя там пару лет даже спустя год уже родители оценили куда они переехали вот люди не могут вот это сразу оценку дать происходящее в нужное время и вот они когда переехали пожили потом поняли местность какая уровень жизни совсем другие соседи то что здесь у нас управляющая компания улицы чистые приятные и вот прикиньте спустя там два года мы поехали там доделывать какие-то документы потому что там в поликлиниках где-то что-то остались какие-то документы что-то справки нужно и вот поехали с мамой вот за документами туда же мама г давай проедем где мы жили типа я соскучилась посмотрю на свой дом вот это все едем короче возле дома подъезжаем к дому мама смотрит на это все где она жила и такая говорит да ну нафиг я здесь жила не гид хорошо что мы переехали такая только потом оценила не то ну а по чё тут убраться нельзя было а вот тут ягода мам чё тут убраться нельзя было или вот тут чё вот люди вот так вот живут вот выйди да почисти ягру ты знаешь почему так говоришь от убраться потому что ты сейчас привыкла что у нас улице чистый газон вот это все красота и у тебя ощущение что так и должно быть а теперь гру приехали сюда где людям поливать на улице на чистоту и сразу явно видно вот этот бардак игру я когда приезжал вам говорил давайте переедем ты не хотела горы соглашаться а я так говорю в этот момент видел вот это все и не хотел чтобы вы здесь были хотел был чтобы вы были рядом и еще совсем другого уровень жизни от игру на тот момент не понимала думала что я одну типа чего надо вообще теперь группа нила и мама говорит да блин хорошо что мы переехали хорошо что ты нас уговорил вот так что вот такая вот штука теперь родители рядом здесь вот дети тоже кто-то из детей будет здесь жить если второй ребенок захочет тоже где-нибудь здесь рядом купим вот такая вот вам чуть-чуть история а хотел я чё сказать что я сейчас пришел у меня тут растут разные растения особенно я вот это вот растение выращивают смотрите уже больше метра поднимается с головой вылетела короче вот это мы из таиланда такие деревья есть мы в метро покупали короче фрукт или не фрукт или ягода это не знаю к чему относится покушали косточки остались посадили тамаринт называется дерево очень похоже это дерево на дерево акация и как на акации вот там растут такие бабы внутри вот эта мякоть и это мякоть когда дозревает получается как на чем вот похоже как пастила яблочная на пастилу очень смахивает сначала внутри такое как будто как банан мякоть сладко-сладкая штука а потом она когда начинает засыхать как в сухофрукт превращается как вот в пастилу и вот я сейчас пытаюсь эти деревья вырастить и у нас посадить здесь три дерева я уже высадил в открытый грунт посмотрим весной что с этими деревьями будут они смогут не просто там у них заявлено так что они выдерживают минус три максимум температуру это теплолюбивые деревья и все такое а у нас не минус 3 а минус 30 поэтому я три штуки посадил во дворе первый раз вот посмотрим что получится вот авокадо растет тоже из косточки выращена тоже вон два дерева авокадо посадили экспериментально 2 инжира тоже из косточки выращенные и 3 тамаринда и все они сейчас первый год зимуют и вот прям первый год когда вот мы больше чем минус 30 вот минус 35 должно быть до этого максимум в башкирии поднималась минус 28 этот год прям жесткий и посмотрим что у нас получится но в запасе есть у меня вот здесь еще деревья вот смотрите какое количество вот этого тамаринда и он очень хорошо растет дома схожесть прям знаете стопроцентно берете косточку тамаринда втыкаете в землю и буквально там не знаю в течение недели у вас росточек пошел и дерево вот начинает расти вот такие красивые листья у тамаринда и они ночью закрываются вот так вот складываются так прикольно это когда спать ложатся веточки начинают закрываться такое нежного красивое дерево и у меня здесь уже образуется корка вот ствол это дома это мой весной посадили этой весной той весной получается 2022 года и вот это ну грубо говоря дерево год вот и вот такой маленький горшочек сантиметров там 20 шириной сантиметров 10 вообще просто обычная земля из огорода никаких подкормок ничего просто из огорода земля просто воткнул на семечку вот эту не делали никакие там замораживание размораживание каких-то там вот этих семечек там чего-то какие-то колдовство просто воткнул туда и все растет и вот так выросла теперь у нас метровое дерево тамаринда вот одно дерево я хочу оставить дома большой горшок возьму весной пересажу и хочу дома вырастить в тепле посмотрим что получится вот какое-то количество я дома буду выращивать и посмотрим результат на улице чего получилось если они выживут на улице то продолжим на улице тоже так и с авокадо тоже и кстати могу сказать когда как только высаживаете в грунт деревья резко начинают расти дома они так быстро не могут вот у нас еще есть также оля выращивают из косточек если я не ошибаюсь это гранат вот дерево все из косточек отлично растет вообще вот не знаете люди заморачиваются типа как невозможно вырастить все возможно любые косточки берете чуть-чуть водички поливайте она все будет расти великолепно а там мы вообще вон абрикосовые деревья рядышком я повтыкал косточки абрикоса кушал армянский абрикос купил каждая косточка выросла и уже получается два года деревьям и они все вот сейчас вот на улице вот под снегом находятся посмотрим вот следующий год что получится вот так если я жил где-нибудь на юге о пипец бы вообще там у меня такие сады бы были что мы даже в минус 35 вам деревья выращиваем соли буквально за два года сформировали такой обалденный сад настолько деревьев растет разных с этой стороны вон ореховые деревья очень редкие американские североамериканские сорта орехов пекан есть черный орех сердцевидный орех есть орех дули то это вообще очень-очень редкие очень вкусные орехи тоже несколько лет растут великолепно сейчас вот проходит этап вот этих вот минус 35 морозов полу посмотрим что в итоге выйдет вот такая вот ребята обстановочка моя пошел работать